здравствуйте мы начинаем наш эфир меня зовут вадим родионов и сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами надеюсь вместе с вами обсудим актуальные темы поэтому присоединяйтесь подключайтесь ставьте лайки без них никак потому что алгоритмы youtube и так устроено что ваши лайки учитывается и соответственно стрим и видео рекомендуется активнее если вы их ставите можете поставить сразу можете чуть позже как вам удобнее также не забывайте поддерживать канал донатами paypal и патреон есть в описании значок доллара внизу по чатам будем рады и благодарны если вы таким образом тоже поддержите нашу работу с нами на прямую связь выходит предприниматель политик общественный деятель мухтар аблязов здравствуйте здравствуйте вадим здравствуйте уважаемые зрители давайте начнем с того что происходит в соединенных штатах поскольку то что происходит сша касается всего мира и вот недавнее покушение на дональда трампа и выдвижение дональда трампа в качестве официального кандидата вот республиканской партии какие у вас прогнозы ожиданий и мысли по поводу происходящего там но я не являюсь специалистом по выборам технологий в америке но во всяком случае то что мы сейчас видим все отдают предпочтение аналитики все когда говорю отдают предпочтение трампу и собственно я сам когда произошло это покушение на трампа посчитал что это это ему прибавит резко процент голосов собственно и американские аналитики это подтвердили это происходит во всех странах когда такие события друг случается то тот кто против кого это было совершено резко начинает набирать рейтинге я думаю что там воспользовался великолепно этим обстоятельством и когда все это дни мы сообщили охранники что уже ликвидирован тот кто стрелял он выскочил с кулаком сжатым вверх окровавленной и произнес такие ключевые слова и что называется на этом очень много процентов голосов я думаю что действительно заработал вот а что ожидается я на самом деле скажу и следующего америка это страна не ориентируется на какого-то одного лидера это фактически это голос народа ну скажем так большинства и как мы бы не относились критически как далее он отражает вот то настроение которое существует у граждан америки и поэтому с учетом того что там построен различные противовесы я имею ввиду конгресс когда борются между собой две ключевые партии демократы и республиканцы есть судебная система достаточно сильные очень сильное гражданское общество все если это в балансе смотреть то тогда личность одного человека она конечно с величайно важно но с учетом всех этих обстоятельств института власти нужно смотреть не наверное не на то кто будет президента а нужно просто понимать а где интересы страны вот там интересы страны исходя из этого можно и прогнозировать развитие событий в мире частности и в украине а в любой другой стране любой другой точки мира поэтому конечно я предполагаю что скорее всего победить трамп но многие это воспринимают трагично я к этому отношусь спокойно вот америка это динамичная страна даже если какой-то кризис там происходит они преодолевают быстрее всех и почему потому что интересы страны различные скажем орган институты власти они четко отражает реагируют и и так далее поэтому нет никакого такого прям пессимизма или оптимизма если посмотреть на покушение на дональда трампа с точки зрения вообще нестабильности которая царит в мире недавно появились сообщения о том что российская федерация может быть причастна к заказным убийством влиятельных политиков бизнесменов в европе вообще в западном мире насколько вообще сегодня а российская власть выигрывает от той нестабильности которая есть мире и может ли воспользоваться вот ситуации дональдом трампом для того чтобы каким-то образом усилить свои позиции и заработать очки я имею ввиду владимира путина конечно я вижу угрозы миру со стороны не просто путина со стороны фактически и крупнейших автократических систем сейчас как россия это вектор по сути авторитарных стран он сейчас отражает реальную мировую картину которая будет складываться на ближайшие месяцы и годы путин конечно же хочет выиграть а именно выиграть съесть украину съесть страны центральной азии и кавказа усилить свое взаимодействие и дружбу с китаем и фактически сохранить свою личную власть и зацементировать тот режим который существует на территории россии собственно как это делал и стали он может выиграть если скажем западный мир не перестроиться а я считаю что с учетом того что есть угрозы такие же которые были во второй мировой войне и если здесь два варианта развития событий первый запад западный мир осознает сейчас и принимает ускоренные меры не осознает идет путем компромиссов как это было с гитлером значит эти меры будет приняты позже при более сложных при более худших обстоятельствах но они будут приняты и в целом я считаю что конец путина однозначно он проиграет но здесь вопрос времени и если говорить о такой тактической истории то есть учитывая что правые силы такие правые консервативные но консервативные благородное слово без приставки такой благородный набирают популярность зарабатывают очки а либеральная идея как раз проигрывает нет ли ощущения что в тактическом смысле путина сейчас выигрывает у западного мира ощущение есть конечно же дело в том что ну запад так устроен он колеблется идут дискуссии борьба я все время хочу очень важные аналоги провести 30-е годы когда гитлер пришел к власти когда ключевые страны великобритании франции тоже так колебались умиротворяли в итоге что получилось что гитлер сначала съел австрию аншлюз известный 38 года затем съел судескую область а через короткое время съел всю чехословакию судескую область я имею ввиду вы чехословакия потом всю чехословакию и тем не менее такая вот соглашательская политика который сейчас проводит по сути запад не энергичная я считаю что схожесть высокая а привела к тому что в тридцать девятом году гитлер уже договорился со стальной и проглотил польшу я на самом деле вижу аналогии ситуации в мире который будет но если ориентироваться смотреть на украину очень высокая схожесть с польшей больше получила независимость после развала царского самодержавия и восемнадцатом году получила независимость за которую еще дралась минимум два года непрерывно советской властью и просуществовала где-то приблизительно 21 год если говорить об украине то украина получила независимость 91 году и четырнадцатом году пережила первое нападение тоже приблизительно получается через сколько лет 20 23 года а затем второе нападение это в двадцать четвертом году и сейчас на самом деле ситуация именно такова что если западный мир будет продолжать ту политику которые проводили свое время франция великобритании в тридцатых годах то украина потеряет государственность в итоге путин мы же видим его вектор куда он двигается пути сейчас объединяется с китаем с крупнейшими диктаторским странами хотя и не называют демократической стороной страной но это не так потому что демократическая сторона с доходом на душу населения чуть больше трех не бывает там очень низкий уровень на душу населения бедная нищая страна союз диктаторских бедных странах куда входит иран средней развитости китай россии и так далее видно что сейчас это ось зла будет усиливаться и будет угроза глобальной войны вот если запад сейчас не срагирует то то же самое повторится но чуть позже предварительно украины будет съедена а потом начнется уже полномасштабная другая война при том если кто-то говорит что это произойдет через десять лет когда будет дряхлый путин ну все на скажем действие которые сейчас осуществляет путин а показывает что это произойдет очень быстро он не будет ждать многих годов это произойдет буквально за пару лет если комплект заморозится вот сейчас я считаю что очень опасная ситуация и вот такого рода выступления черчайно важны потому что мы эти мысли аргументы вбрасываем в общество начинает бродить в конце концов теле которые принимают решение ориентируется на мнение людей и перестраивается соответственно политическая линия что и будет и в европе и в америке ну вот хочу вернуться к дональду трампу после покушения который мы с вами уже частично обсудили все-таки его очки скажем усилились его позиции на этой доске хотя он чудом остался жив и тут как раз размышления на тему что это было построено мне кажется не очень уместными потому что такие траектории не рассчитываются как правило но тем не менее он ведь очень для многих действительно и в том числе для балтийского региона приход трампа ну воспринимается с настороженностью вы говорите что институты могут американские институты могут его сдерживать но он не может потенциально стать союзником путина то есть да возможно у него есть некие ограничения тем не менее он же может ему подыгрывать в него есть рычаги есть власть есть возможность или все-таки не следует его рассматривать как потенциального союзника владимира путина я не верю что это возможно в принципе если и ориентироваться с точки зрения интересов америки то путин сблизился и будет сближаться это и с точки зрения экономики конкурент и плюс это опасная страна которая по сути быстро развивается и в какой-то момент все равно будет заявлены скажем права на раздел мира как правило именно диктаторские страны так поступает и в этом смысле я не вижу никаких вариантов что америка может сблизиться с путиным неважно кто там путин смысле байден или трамп я считаю это исключено был короткий период когда америка поддерживала советский союз но что называется против кого объединяемся объединились против гитлера как только война завершилась начался период холодной войны поэтому я в это не это принципе невозможно америка будет по своему принципу пути развития по своему политическому устройству без вариантов будет действовать вместе с евросоюзом даже если будет период охлаждения даже если ну мы помним когда четыре года было власти трамп он вышел из парильского клуба скажем насторожен к нему относились те политики когда те которые были у руля в европе но это все скажем такой носит я бы сказал ситуативный характер тактический если исходить из интереса именно америке и европы у них нет вариантов как действует сообща даже если каким-то образом трамп будет занимать особую позицию то я не верю никакое сближение это просто нереально по своему устройству по политическому устройству по экономическим интересам если путин действует совместно с китаем то ясно что у китая совершенно другая позиция по отношению к америке поэтому не вижу никаких вариантов сближения а что касается региона как раз азиатского региона китай индия россия и ну приходилось слышать такую точку зрения что путин решил встретиться с моде наладить контакты с деле именно по причине того чтобы сбалансировать влияние китая и китаю это не очень выгодно и не очень нравится и инди не очень выгодно чтобы китай получил россию в качестве младшего брата насколько это конструкция удачна для путина и может ли он в этих условиях как-то балансировать и выходить бенефициаром как вы думаете я здесь хотел бы свою позицию сказать что пути не является младшим братом не вассалом как пытается украинский канал его представить путин военного отношения с точки зрения ядер на любой других возможностей сильнее чем китай время не путина именно россия это очевидно и он будет проводить самостоятельную политику и здесь опять же интересы стран интересы стран китая и россии стратегически близки они по своему политическому устройству практически идентичны поэтому это союзники и путин не младший брат что касается индии индия конечно балансирует но я в своих предыдущих выступлениях полтора года различные отчеты мы пишем и когда украинская политическая верхушка блогеры заявляли что китай не будет помогать россии якобы там китай вот у него другая позиция китай сказал что ядерное оружие нельзя применять это бред извините да я довольно резко выскажусь это авторитарные системы которые сближаются диктаторы сближаются с диктаторами бандиты с бандитами это нужно давать четкую оценку и поэтому как мы озвучивал существует два главных спонсоров войны возможно экономических возможностей россии это китай и индия и вот скажем да безусловно есть напряженные отношения между индии и китаем но они не смертельные да какие-то там трения на границе но в принципе страны взаимодействует взаимодействует индия исторически союзом советским союзом дружила сейчас они покупают значительную часть нефти и вторые после китая и это выгодно если отключиться вот именно от каких-то других вещей смотреть только с точки зрения выгоды они все время перевешивать все эти опасения что произойдет усиление китая и так далее так далее в идеально действует вот просто покупает не покупают какие товары помогает путину обходить санкции потому что им экономически выгодно и он будет делать до тех пор пока будет выгодно индии все эти угрозы что китай усилится китай и так зиме усиливается и будет усиливаться поэтому скажем меньше дружить с путиным или больше дружить никак не повлияет на усиление китая поэтому инди действует очень просто взаимодействует дружить с путиным все эти угрозы они будут скажем так не принципиально если говорить о казахстане и его роли то есть насколько сегодня руководители казахстана лояльны путину и или наоборот пытаются от него как-то дистанцироваться то есть в какой ситуации сейчас находится ваша родная страна я здесь хотел бы очень важный момент отметить вот я украинский каналов перестал уже полгода как выступать и там извините за резкость посыпался мусор о том что изящно такая плюнул там то ли лицо то ли спину путина до этого арестович вместе с марком фигиным больше года изгалялись всаживали то кинжал то я таган в спину путина руками токаева это вообще полная скажем ерунда и просто позорная трансляция вот таких мыслей казахстан это авторитарная страна мне кажется нужно очень просто всегда мыслить не пытаться конфигурации личностей сравнивать дружить не дружить отношения смотреть на политическую систему казахстан такая же политическая система авторитарная диктаторская как и россия если исходить из принципа диктаторы дружат с диктаторами помогает друг другу то очень просто получить ответ где находится казахстан казахстан является по сути вассалом таким же как лукашенко в частности такая это задняя дверь по обходу санкции союзники находится в одном евразийском пространстве 2 экономика после россии евразийском союзе член о дкб подписано множество соглашений недавно вот 4 июля 3 4 июля состоялся шосс где присутствовали китай индия приехал риджепардаган страны центральной азии иран где участники заявили о том что они будут вместе сотрудничать во всех сферах деятельности государства то есть казахстан однозначно привязан к россии основная первое там товарооборот в объемах китай 2 россия но влияние зависимость информационная экономическая интеграция нефтегазового сектор транзит через россию 85 грузов через россию идет то есть это фактически можно считать губерния почему потому что первый руководитель у просто лежит под россией просто лежит это что там украинские блогеры украинские средства масс информации которые фактически получают темники из администрации зеленского они вводят заблуждение заблуждение собственно саму украину самих себя в том что якобы казахстан можно оторвать оторвать от россии оторвать от путина это одна банда это банда диктатора надо очень просто мыслить смотришь на эту систему и и все давайте и в этой связи если мы понимаем как это все устроено все остальное это уже скажем обман это одна группа соответственно через китай идут грузы в россию казахстан активно помогает и украина должна очень просто идентифицировать своих врагов иначе это приводит к тому что вот сейчас ситуации украину принудят если украина будет также в лице зеленской администрации путаться я не знаю насколько это сознательно делается ну сознательно типа мы уговорим мы оторвем это бессмысленное действие с идеей глобального саммита первый саммит какие-то не принципиальные страны которые вообще не имеют отношения к этой войне не имеет никаких возможностям осталось только найти племена вокруг амазонки с набедренной повязки или а приказ с копиями которые бы тоже присутствует на таких совещаниях это все от скажем неправильное понимание что такое системно что такое режим вот вы задаете вопрос очень хороший да где казахстан что такое диктаторская страна соответственно все очень просто все очень просто легко анализируется и понимается что нужно делать понимаете я сейчас к сожалению очень сильно беспокоен планами зеленского заявлениями скажем о том что концу ноября будет представлен мирный план следующий сами на котором якобы ловна присутствует россия этим очень сильно беспокоен потому что сейчас ситуация такая если украину уговорят согласиться на условиях допустим придет завтра трамп и получит большинство в парламенте ну то есть скажем так выстроены будет политической линии на мир и украина вдруг на это согласится европах то будут очень ужасные последствия не только для украины но и для казахстана для многих стран и в том числе балтийские государства какие последствия а последствия таковы что конфликт заморозится на короткое время а потом все равно путин придет съезд потому что это ситуация сейчас системная чем суть системной системности она заключается в том что есть международные договора есть страны он который приняли признали незыблемы с границ каждого государства и теперь когда договариваться путиным подписать некое соглашение о замораживании конфликтами это де-факто получается что все эти конвенции все эти заявления все эти договора о признании друг друга стран независимых границ существующих границ они выбрасываются в мусорку раз выбрасывается мусорка то мир становится другим понимаете а вот это по сути дела приведет тому что на первом этапе украина заморозит на короткий период конфликт затем в украину не будут идти инвестиции запад не будет помогать даже так как сейчас помогает запаздывание это стагнация экономики в это время путин усилится следующий этапом съезд украину а затем если запад не предпринимает никаких действий он боится некой ядерной дубинки путина то почему бы не сделать то что сделал тридцать девятом году и гитлер стали не сесть опять балтийские государства и скажем установить то самый советский союз более модернизированный более сильный с рыночной экономикой вот понимаете я так развернуто раскладываю почему это когда вы сказали что что с казахстаном в этом случае казахстан уже идиура утратит свою скажем свой суверенитет мы фактически будем проглочены проглочены и даже на бумаге тот суверенитет который есть его не будет а наша задача как политической организации добиться чтобы мы получили реальный суверенитет реальную зависимость мы отошли от путина от россии и просто взаимодействовали как ну как торговый партнер в конце концов но курс политический это европа и запад хватит уже наелись мы этого советского союза авторитаризма и так далее вот я вот так развернуто к сожалению отвечаю на ваш вопрос но сейчас действительно вот принципиальный момент принципиальные меня беспокоит что украина в лице зеленская заявляет о неком мире он невозможен он невозможен потому что это приведет к уничтожению в украины как польши 39 году нельзя ни в коем случае идти на поводу любого давления даже если трамп завтра победив будет заявлять эту позицию у европы и части стран будет другая позиция у балтийских государств будет другая позиция у польши будет другая позиция у скандинавских стран если украина будет последовательно будет упираться договариваться находить взаимные интересы она найдет интересы то даже если трамп скажет я дам не буду давать оружие украина со всеми этими проблемами вот сейчас принципиальный момент и меня очень сильно беспокоит как себя поведет зеленский и украинский народ ну что будем следить за развитием событий мы благодарим вас за то что нашли время и вышли в наш эфир мухтар облязов был с нами на прямой связи спасибо вам и до следующего раза